Власти Башкортостана дополнительно выделят 15 миллиардов на повышение устойчивости экономики. Первый вице-премьер Андрей Назаров презентовал второй пакет мер поддержки бизнеса. Воспользоваться им смогут компании, сохранившие не менее 90% коллектива. Таким образом, общий объем финансовой помощи предпринимателям региона составит 30 миллиардов рублей. Среди мер поддержки экспортный кэшбэк правительство региона оформит возврат 10% от суммы, проданного предприятиями за рубеж товара. Пассажирские перевозчики Башкортостана получат отсрочку на полгода по всем региональным налогам. Также в республике планируют поддержать модернизацию предприятий малого и среднего бизнеса. Для этого перезапустят собственную лизинговую программу под 4% годовых. Я думаю, что вот сейчас начинается активная фаза как раз выработки и реализации этого пакета. Но мы на этом уже не остановились. Сегодня как раз мы обсудили второй пакет. Суть второго пакета, она на самом деле очень простая. Мы пытаемся адаптировать большее количество предприятий, изменив перечень актедов к тому пакету, который мы уже приняли. Что касается системообразующих предприятий, где возникли сложности, то предлагается возможность выкупа республик и их доли. Подобная поддержка может быть оказана только после рассмотрения на инвестиционном либо экономическом часе. Республиканские лесхозы получили новую технику в рамках федерального проекта сохранения лесов. Тракторы и специализированные автомобили помогут в борьбе с пожарами и восстановлении лесов. Так, лесопожарному центру региона передали две автоцистерны, лесопожарный трактор, три автомобиля повышенной проходимости, седельный тягач. Лесхозы пополнили свой парк техники колесными тракторами и лесопосадочными машинами. Республиканский Минлесхоз планирует в этом году довести оснащение лесопожарного центра спецтехникой до 92%, а к 2024 году уже до 100%. Две трети уфимских автошкол перешли на онлайн-обучение. Свежие данные приводят специалисты Дубльгиз. Согласно исследованиям, в городах-миллионниках более половины автошкол перенесли уроки в интернет-пространство. При этом башкирская столица в числе лидеров по внедрению дистанционных форм обучения. Уфа заняла второе место, уступив только Екатеринбургу, где на онлайн переключились 72% автошкол. На третьей строчке Санкт-Петербург в Москве онлайн готовы работать 138 школ, что составляет 55% от их общего количества. Однако даже несмотря на оперативную смену формата, число обучающихся заметно сократилось, отметили в одной из уфимских автошкол. Ученики нашей автошколы продолжают свое обучение дистанционно с помощью вебинаров, которые мы проводим ежедневно в прямом эфире. Живая трансляция с возможностью общения с преподавателем позволяет полноценно усвоить теоретический курс ПДД. Практические занятия по вождению ученики смогут пройти только после улучшения эпид-ситуации. Прием экзаменов у тех, кто успел отучиться или сдает на права повторно, проходит по предварительной записи через портал Госуслуг. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.